Дорогие мастера, всем привет! Сейчас хочу с вами поделиться небольшим кусочком информации. Это как построить моделирование антиплавной линии. То есть, какие существуют схемы для того, чтобы сделать рваный край для нашего клиента. Есть на самом деле очень много уже разновидностей этих эффектов. Сейчас мы разбираем с вами три самых таких популярных. Наверное, для себя я выделяю всего лишь три и всегда работаю с ними. Хотя, можно импровизировать. Итак, смотрите. Рваный край, да, или рваная ресничная линия. Рваный край. Эффект антиплавной линии. В общем, очень много названий он имеет. Но сейчас мы поговорим с вами. Первое. Это эффект Ким Кардашьян. Ким Кардашьян один из таких самых любимых эффектов. И все говорят, что лучики это тоже этот эффект и тому подобное. То есть, Ким Кардашьян имеет определенно свое моделирование, которое придумала когда-то в свое время моя ученица. И появился этот эффект. Это было достаточно давно. Затем начали все пробовать его делать по-своему. Но именно родная схема, какая вот первая появилась по этому эффекту, я вам сегодня расскажу, как мы его выполняли. Второе. Это эффект лучики. Либо еще иногда говорят, что это эффект рваного края, опять же повторюсь, либо Кайли. Не знаю, почему его так называют. Кому как нравится, скажем так. И третье, о чем я вам буду рассказывать, это действительно та антиплавная линия, которая создается с помощью новых ресничек, которые недавно я вам презентовала. Если вы хотите более подробную информацию узнать о этих ресницах, у нас есть курс онлайн, не онлайн, а видеокурс, какой вы можете посмотреть, это наращивание за один час. То есть, его можно сделать с помощью этих ресниц. Антиплавная линия создается специальными ресницами. И тоже получается рваный край. В общем, любой из этих эффектов, который вы не возьмете, вы сделаете вашему клиенту наращивание с эффектом неровной ресничной линии, такого неровного ресничного края. Итак, давайте разбирать с вами первый эффект. Ким Кардашьян. У нас есть глазик. Построение этой схемы может быть в двух вариантах. Это либо лисий эффект, либо кукольный эффект. Вы можете выполнить и в натуральном эффекте, но ярче всего и лучше всего он смотрится в лисием эффекте. Сейчас я вам покажу. Все-таки, не знаю, может, можно чуть-чуть даже приблизить. Вот Ким Кардашьян был выполнен специально когда-то для этой девочки впервые. Может, вы знаете, это известная модель Катя Милевская. В общем, и они всегда ходили, ресницы делали обыкновенные, стандартные. Это все начало приедаться. И вот Катя попросила ей сделать что-то такое необычное. На этой девочке впервые был наручен вот этот эффект, который потом уже принял название Ким Кардашьян. В чем заключалась его суть? Вы создаете сначала обычный Голливуд, либо мега стандартными пучками по периметру всего глазика. То есть, там было выполнено наращивание Голливуд примерно по такой схеме, если вы видите. То есть, сюда максимальный акцент. Затем, по верхнему ряду, в том же изгибе, например, здесь мы работали полностью с изгибом С. Значит, лучики мы будем ставить тоже в этом же изгибе. Ставим в этом же изгибе С, но моделируем как такие небольшие куполки. То есть, их по периметру глаза мы ставили всего лишь 3, иногда 4, иногда 5 штук. Ну и вот так вот они выглядят. Здесь тоже на этой фотографии их 1, 2, 3, 4. Ну, то есть, ставится абсолютно немного. Это все зависит от того, какая длина глаз вашего клиента. Формируется стандартный обычный большой пучок, достаточно раскрытый. Затем берется немножко обмакивать сверху клеем и собирается в такую стрелочку. Вот смотрите, вот наш пучок, например. Мы берем чуть-чуть промакивали здесь клеем. И когда мы собираем его в верхушке, у нас получалась вот такая вот стрелочка. Вот такой лепесточек. Он был достаточно объемный, и когда вы его устанавливаете, устанавливаем только по верхнему ряду. Что это означает? Что ресницы будут расчесываться только снизу. То есть, стандартно вот так прочесывать ресницы нельзя. Это все очень долгое время мы держали в секрете. Вот до данного момента я вам могу сказать. Но не могу сказать, что эффект слишком практичный. Например, для наших клиентов максимально практичный вариант создания эффекта антиплавной линии. Это все-таки либо выбрать лучики, либо работать со специальными ресницами. Потому что со временем это наращивание я отнесла больше к эстетическому. И наращивание тоже разделяется у нас на несколько видов. Это коммерческое, эстетическое и наращивание, которое выполняется на чемпионатах. И вот это наращивание, оно относится более к эстетическому. Потому что либо вы предупреждаете клиентов о том, что вам необходимы ресницы только по нижнему ряду расчесать. Но я вам скажу, что эффект такой создать, вот такой именно эффект, можно только с помощью вот этого наращивания и этих куболочков таких. Потому что когда вы начинаете, когда мы начали уже работать потом с другими эффектами, создавать что-то более подобное. Но на самом деле эффект в лучике это уже не моя затея, как бы. Поэтому это скорее шло повторение. В общем, лучики. В чем заключается этот эффект? Сейчас я вытрусь. То есть вот этот Ким Кардашьян вы можете отнести больше к эстетическому эффекту. Но он смотрится очень красиво, очень нравится клиентов. И Катя так не один раз ходила. То есть сказать, что это непрактично нельзя, потому что девочки за ним возвращались повторно. Сейчас, наверное, больше будет все-таки лучики. А в последнее время даже больше антиплавная линия. Почему? Потому что уже много кто наращивал, привыкли к объемам, немножечко начинают надоедать, переходят на легче объемы. И сейчас более популярны стали такие, ближе к 3D, там, например. Ну, 3D всегда было 2D, 3D всегда было очень актуально. Но сейчас популярны большие объемы, но немножечко облегченные. Вот так скажем. Итак, теперь переходим к эффекту лучики. Здесь схему построения я не буду углубленно разбирать. Если вы хотите больше информации, у меня есть видео-курс прокачка топ-мастера, который вы можете заказать. И там я рассматриваю от начала и до конца все схемы, о которых я вам сейчас рассказываю. Более углубленные ким-кардашьяны, лучки, антиплавная линия, лисий эффект, стандартные эффекты, нестандартные эффекты, там, лиса наоборот. В общем, там очень-очень много схем моделирования, поэтому если кто-то хочет повысить свой уровень знаний, вы можете приобрести этот курс. Сейчас я вам хочу сказать, чем отличаются лучки от ким-кардашьяны. Это коммерческое уже наращивание. Вы можете его точно так же выполнять сначала абсолютно в любом эффекте. То есть вы можете делать это и лиса, и натуральный, лисий, любой эффект абсолютно создаете. И затем вы устанавливаете лучики. Вариантов установки лучиков есть несколько. То есть можно поставить по нижнему ряду, можно их поставить по среднему ряду, можно поставить по верхнему. Как будет более практично, из всех, что я пробовала, наверное, по среднему ряду это самое практичное. Почему? По нижнему они начинают провисать, по верхнему они начинают заваливаться. Также для более надежности установки лучика, чтобы он не заворачивался на одну или другую сторону, я подставляю его к уже существующему пучку. То есть, да, идет небольшая нагрузка на натуральную ресницу, но я вам скажу, что он так чуть-чуть более выглядит устойчивым, не так отваливается. Второй из вариантов, то есть здесь очень много на самом деле существует, вы можете вставить просто на отдельно стоящие ресницы, устанавливать его. И опять же, вариантов выполнения лучиков тоже существует несколько. Вы можете вставить просто отдельно лучик, и также вы можете вставить лучики, комбинируя чуть короче длину и более длинную длину. Что это означает? Вот есть наш глазик, например. Мы выполнили обычное там стандартное наращивание, затем мы можем либо снять пучок, либо доставить к существующему, это один вариант. Либо второй вариант, сначала проставляете лучики, и затем выполняете уже обычное наращивание, то есть схему и так, и так можно выполнять. Сейчас преподаватели тоже преподносят это по-разному, это не то, что я придумала, это то, что я знаю, что кто и как обучает. Очень по-разному, девочки. В принципе, результат тоже немного разный будет получаться, но пробовать можно сделать абсолютно по-разному. Итак, смотрите. Выполняете, например, наращивание, затем у вас есть лучики, вы ставите сначала большой лучик, затем к нему устанавливаете рядом несколько лучиков поменьше. Пропускаете интервал, например, в 5-7 мм, и опять устанавливаете один большой лучик, и несколько лучиков поменьше, но больше, чем основная длина. То есть, например, основная длина у нас идет 8 мм. К 8 мм, если вы хотите, чтобы лучик был очень ярко заметен, вы можете добавить либо плюс 3 мм, либо иногда даже плюс 4 мм. Плюс именно в эффекте лучики вы можете комбинировать между собой изгибы. То есть, если в эффекте Ким Кардашьян это не рекомендуется делать, потому что оно потом выбивается из общего вида, а наша задача там просто сделать вот такие вот как будто промежутками сцепленные ресницы, то в Ким Кардашьян используется, если С, то это должно равняться С, тут только один изгиб используется. Если же вы работаете с эффектом лучиков, то здесь можно комбинировать между собой там и С плюс Д, то есть разные комбинации делать по изгибам, и разные варианты плюс к длине добавлять. Почему? То есть, насколько вы хотите, чтобы ярким был эффект, либо не настолько ярким. Итак, лучики, это, выполняется этот эффект как коммерческое наращивание для нашего клиента. Я не видела, чтобы его включали еще в чемпионаты, но в принципе это допустимо. То есть, вот, если я думаю включать его в чемпионаты, то тогда доставлять лучики к уже существующему пучку, конечно, будет нельзя, потому что это будет грубо выполненная работа. Так, следующая антиплавная линия. Выполняется специальными ресницами. То есть, вот этот первый Ким Кардашьян и лучики выполняем обычными стандартными ресницами с ровным срезом, ровным срезанным ресничным краем. То в то время, когда мы выполняем эффект антиплавной линии, именно специальными ресницами, которые на ленте уже посажены в три длины. Например, это 8, 10, 12 варианты длин. То есть, на ленте сразу поставим вот так рваный край. Соответственно, когда вы начинаете выполнять наращивание, у вас автоматически получается неровная ресничная линия. Она достаточно красивая, и вам не нужно думать, куда поставить лучик, как поставить лучик. То есть, ускоряется время работы за счет этого. И сразу имеет красивый эстетический вид. То есть, кому бы, какому виду я отдала бы все-таки больше предпочтения при наращивании. Но, наверное, все, что новое, оно сейчас более актуальное. Поэтому наращивание с новыми ресничками меня сейчас интересует больше всего. Это какая-то такая новинка, которая меня больше вдохновляет. Поэтому, если вы хотите узнать больше подробностей, рекомендую вам пройти курс, видеокурс наращивания за один час. И уже после карантина вы сможете порадовать своих клиентам чем-то новеньким. На этом мое видео подходит к концу. Можете писать под видео комментарии, задавать свои вопросы. Я с удовольствием вам отвечу. Всем пока-пока. До скорой встречи в новых видео. До скорой встречи в новых видео.